Блок общения с гостями студии продолжаем обсуждением российского правосудия на военный манер. В Российской Федерации суд оставил на свободе военного, зарезавшего мать троих детей. Убийство ему обошлось в ограничении по военной службе на год с удержанием 10% оклада в доход государства. В качестве смягчающего обстоятельства указали его участие в войне с Украиной. Этот же случай не единичный. Много ли таких откровенно несправедливых приговоров в России? При этом мы, естественно, не берем во внимание приговоры по антивоенным статьям. Угрозы для общества? К чему могут привести насаждение режимом россиянам культа насилия и поддержки преступников? И есть ли статистика, насколько выросла преступность в Российской Федерации на фоне войны с Украиной? Эти темы обсуждаем с российским адвокатом и правозащитником Николаем Полозовым и криминальным психологом Юрием Ирхиным. Николай, Юрий, здравствуйте. Добрый вечер. Николай, вопрос вам. 16 ножевых ранений Эдуард Бетаров нанес своей бывшей жене. Она умерла, а Бетаров вместо того, чтобы сесть в тюрьму, получил ограничения по военной службе и взыскание 10% дохода в пользу государства. Как вы объясните это с точки зрения права и как много таких, ну, назовем их, смягченных приговоров? Ну, с точки зрения права это объясняется тем, что фактически правовой системы в России нет. Существует, конечно, и формальная конституция, и уголовный кодекс, однако право применения происходит исключительно в интересах действующей власти. Как раньше говорили в советское время, классово близкий элемент, вот сейчас участники так называемой СВО для власти являются классово близким элементом. И поэтому в отношении этих лиц, даже если они совершают преступление, применяется максимально лояльное наказание, даже в случае, когда они признаются виновными. Напротив, те, кто не поддерживает так называемое СВО, ну, фактически объявляются врагами государства, и в отношении них как раз выносят уже серьезные сроки. Юрий, к вам вопрос с точки зрения психологии. Чем это может обернуться для России? Вот такая индульгенция для преступников, героизация тех, кто еще вчера сидел за решеткой за тяжкие преступления. Сегодня они отвоевали в отряде Вагнера, и в школы, и в садики их приводят как героев, и детям они рассказывают о том, как классно и хорошо воевать. Чем это может обернуться для российского общества, и как, когда? Ну, тут, знаете, я под сомнение ставлю, простите, пожалуйста, но ваше выражение может обернуться. Оно обернулось уже давным-давно, и, в принципе, сейчас вот этим, как сказал уважаемый адвокат, отсутствие полного права в правовом сегменте, в виде зострологии, как раз я свидетельствую о том. В принципе, это устойчивая практика, она была уже давно, давно применялась в Федерации, и, я помню, первые эпизоды были еще в афганской кампании, такие методы применялись во время двух чеченских кампаний, они применяются и сейчас. С правом это не имеет ничего общего, это общая, скажем так, политическая, военно-политическая доктрина, как инструмент установления и утверждения диктатуры, ни больше, ни меньше. То есть человеку, по-моему, чисто исключительно криминальное преступление, уголовное преступление, с чем-то социальным или политическим, этот криминал прощается, ну, условно прощается, на него просто закрываются глаза, и таким образом человек привязывается к системе. Более того, он начинает спекулировать естественным образом, то есть, в принципе, на сегодняшний день есть и литературные даже источники, еще в 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого столетия криминал именно таким образом и привлекался к политическим процессам. То есть политических оппонентов таким образом давили. Николай, вот Юрий сейчас сказал о том, что исторически даже так сложилось в Российской Федерации, что на криминал там закрывают глаза в случае, если есть вот такие вот оправдательные, видимо, вехи в жизни подсудимого, оправдательные по мнению так называемого правосудия в Российской Федерации. Но если говорить о дне сегодняшнем, мы же помним, что Путин, он очень большой любитель все свои преступления, по большому счету, подкреплять документально, подвязывать под эту историю как можно большее количество людей для того, чтобы не он один был в случае чего обвиняемым по этим делам и не к нему одному были претензии. Так вот, вот эта история, когда участие в войне против Украины является смягчающим фактором в приговоре для подсудимого, это как-то документально оформлено? Или такая, не знаю, устная разнарядка для судей? Либо судьи и сами все прекрасно понимают. И если вдруг вы знаете, вы можете объяснить просто, как это на практике реально выглядит? То есть встать в суд идет, вместо того, чтобы посадить человека, как в случае с этим товарищем Эдуардом Бетаровым, о котором мы вспоминали. Он вроде бы как в состоянии аффекта совершил это убийство, но если не ошибаюсь, даже это подразумевает срок до 5 лет. И как это на суде говорится о том, что поскольку подсудимый убивал людей на войне с Украиной, мы ему смягчаем приговор. Будут ограничения по военной службе. Нет, но безусловно, документальные свидетельства остаются, потому что, во-первых, существует приговор, во-вторых, существует протокол судебного заседания. Конечно, там все максимально формализовано, и, скорее всего, тот же прокурор или адвокат заявил о том, что вот он, дескать, участник специальной военной операции «Патриот России» и так далее. И судья в последующем в приговоре это отражает в качестве смягчающего обстоятельства. Что касается в целом доктрины правоприменения, ну, здесь важно понимать, что все-таки судьи находятся под жестким контролем судебной вертикали, то есть они подчинены судебному департаменту. Никакой независимости судей в России от исполнительной власти не существует. Регулярно проводятся коллегии, тренинги этих судей, до них доводят позицию сверху. Плюс к каждому суду прикреплен сотрудник ФСБ, который по своей линии может направлять необходимые сигналы. Поэтому, когда мы говорим о каком-то единообразии в правоприменении, да, оно транспируется сверху через председателей судов, которые потом доводят до рядового судейского состава все необходимые установки. И дальше они вот таким образом притворяются в жизни. Юрий, а как вы считаете, готова ли Россия к такому развитию событий? Ведь таких случаев, ну, можем себе только предположить, что будет все больше и больше. Потому что люди будут возвращаться с войны, люди будут не реабилитированы в плане посттравматических синдромов, им не будет даваться нужная психологическая поддержка. Мы знаем, что в России она не надается. Есть вагнеровцы, которые вчерашние зэки, мы уже о них вспоминали, они вернулись после того, как Вагнер якобы перестал существовать в России, и они расползлись по России, вернулись в свои дома, в свои города. Да? Какой будет динамика преступности в России? Как она будет расти в краткосрочной и дальней перспективе? И готова ли Россия с этим справляться? Как будет справляться? Ну, вы знаете, я не как бы... Может, я цинично говорю и грубо, может, даже где-то и обидно, но тут, наверное, сработает принцип, что тигру лишняя полоска. Россия исторически давным-давно, еще и 50-е, 60-е, 20-е, 10 лет назад была очень криминогенно опасным государством. То есть там уровень именно криминальной уголовной преступности был достаточно высок, и отследить какие-то колебания, отклонения от какой-то условной нормы очень-очень сложно. Можно, например, проанализировать прошлогоднюю статистику, относительно ее посмотреть. В этом году выросла, либо не выросла. Криминогенная обстановка давным-давно устойчива, исторически и патологически, я бы сказал так, хронически криминогенная обстановка. Поэтому на фоне вот этой криминогенности, потенциально, я не думаю, что ощутимо как-то вот оно будет очень заметно, возрастание, невозрастание. Что касается конкретного сегмента вот такого рода преступлений, когда людей оправдывают за счет каких-то псевдоподвигов на сопредельных государствах, но такие люди, наоборот, они, скорее всего, будут больше уже привязаны, будут, по сути дела, под колпаком. Единственное, разве что, где их могут потом применять? На какие-то заказные, опять-таки, те же самоубийства. Либо, опять-таки, путем шантажа, что если ты не будешь выполнять наши какие-то рекомендации, ты загремишь в каталажку опять на свои 15 лет, условно, либо на пожизнное. Могут опять... То есть это очень хороший мотиватор к мобилизации отправки опять на фронт. Учитывая, что там, ну, повально, как вам сказать, там половина населения до сегодняшнего дня, как в 37-м году, в 53-м году, так и сегодня половина населения там прошли через горнило мест лишения свободы. Поэтому говорить о каких-то всплесках криминогенности, я думаю, что нецелесообразного в контенте российского криминала. Николай, скажите, а вот сейчас есть ли какие-то цифры о преступности в России, выросла, не выросла, или кремлевский режим пытается максимально все же эти цифры скрывать, не публиковать? Ну, скажем так, обычно статистика в конце года публикуется. Что касается роста преступности, пока отрапортовали, что уменьшилось количество заключенных, что вполне очевидно, учитывая, что вербовка и в ЧВК «Вагнер», и в подразделении Министерства обороны происходили из мест лишения свободы. И речь идет о десятках тысяч заключенных, которые были туда завербованы. Что касается каких-то резких всплесков криминогенности, ну, я могу сказать, что вот эта мантра про проклятые 90-е, которые Кремль неоднократно повторяет, она уже давным-давно не работает, потому что последние еще довоенные годы, последние лет пять, наоборот, идет рост преступности, рост, скажем так, транснациональной преступности, рост все более тяжких преступлений, в том числе с применением оружия. И в данном случае война, она, ну, по крайней мере, статистически не является каким-то определяющим фактором. То есть это говорит о том, что, а, ухудшение экономической ситуации в России идет уже достаточно давно, б, происходит деградация государственных органов, в том числе правоохранительных, которые должны как минимум купировать и пресекать эти преступления. И, соответственно, идет ожесточение среди населения по отношению друг к другу, прежде всего, за счет агрессивной пропаганды, атмосферы ненависти и так далее. И именно поэтому эти проклятые 90-е, они, судя по ежедневным новостным сводкам криминальным, они возвращаются и не просто возвращаются, а уже вернулись и вовсю казенничают на территории России. Юрий, ну вот вы сказали, что это для россиян такая себе норма, жить в таких криминалистических, криминогенных обстановках, жить в насилии, жить в жестокости. Но разве в 2023 году, в 21 веке государство не должно на это как-то реагировать? Разве люди, которые, я не знаю, ну, ездили в другие страны, там, хотя бы часть их, видела, как живет Европа, смотрели фильмы и видели, как живет весь другой мир, не будут чувствовать, что с их страной что-то не так и что нужно что-то делать? Что нехорошо, когда приходит с войны солдат и, грубо говоря, там, не знаю, бьет свою жену и своих детей, и на это никто не реагирует? Ну, почему? Все замечают, как вам сказать, в последние годы россияне очень активно ездили по миру и в Азию, и в арабские страны, в том числе Египет. Это же была Мекка, по сути дела, пока не закрыли им туда въезд. Они видели другой мир и по Европам путешествовали. Ну, заметьте, как бы не сильно-то они и сокрушались, то есть, скорее всего, они любят свое болото, как оно есть, вот в том виде, в ту среду, в которой они существуют. Наверное, она, это их среда, это их среда обитания. Да, наверное, нравится им другой мир, им нравится Европа, им нравится, допустим, Арабский Эмират или тот же самый Азия, но, наверное, нет. Это, заметьте, все же они возвращаются домой почему-то, каким-то образом. Вообще-то, ну, наверное, это все-таки относится к тому пресловутому феномену загадочной русской души. Хотя, мне кажется, ничего там загадочного нет. Вот этот феномен загадочности русской души, его, скорее всего, обусловляет обыкновенная банальная лень, что мешает им при уникальном климатическом режиме, то есть при уникальном климате и географическом местоположении сделать свою маленькую Европу. Я имею в виду по образу жизни, по уровню жизни, ничто не мешает. Тем не менее, ну, воссыны не там, то есть ничего не происходит. Скорее всего, это их образ жизни, это их ментальность. Николай, я понимаю, что в связи с тем, что мы обсуждаем, вопрос может прозвучать достаточно наивно, но все же, если хотя бы единичные даже примеры справедливого суда в России, когда судья принципиально не рассматривает статьи по антивоенным делам, когда присуждает реальные сроки, в том числе и тем, кто вернулся с войны с Украиной, но совершил преступление. Ну, давайте так, все-таки судьи являются элементами репрессивного аппарата российского, и в данном случае, когда речь затрагивает интересы государства, какие-либо дела, то судьи там никакой самостоятельности абсолютно не имеют. Они имеют какую-то вариативность принятия решений, но линейку эту задают исполнительные органы власти. Если мы говорим о каких-то частных вопросах, там, не знаю, дело о краже мешка картошки или что-то такое, ну, там может быть справедливое решение. Там судья не зависит от грозного окрика председателя своего суда или там вышестоящего чиновника. Говорить о том, что есть какие-то совестливые судьи, которые, значит, не хотят жить по лжи, как завещал Солженицын, да нет, таких уже давно система выбраковала, вот, остается только тот материал, который готов работать исключительно на заданную тему. Юрий, а вы как криминальный психолог, как объясните вот то, что, ну, по большому счету, большинство представителей судебной системы России сейчас вступили в преступный сговор с кремлевским режимом? И судья, который давал присягу защищать, очевидно, всех граждан, вне зависимости от того, кем они являются, он эту присягу нарушает даже просто самим фактом работы в этой системе сейчас? Это произошло не сейчас, далеко не сейчас. Существуют такие процессы, которые называются кадровая селекция. Это профессиональный отбор. То есть туда другие просто-напросто не попадают, если попадают каким-то образом случайно. Вот, как сказал мой коллега, их система выбрасывает, они там просто-напросто не выживают. Это все формировалось годами, годами, может, даже десятилетиями. То есть система подбирала под себя и формировала свой, скажем так, селекции, выращивание. То есть вот эти люди, каждый конкретно, они вырастали в этой системе. Поэтому они другими быть не могут. То есть они управляемы потенциально, заранее. То есть это уже все предусмотрено функцией по умолчанию. То есть другого там просто-напросто быть не может. Николай, вот эта вот уничтоженная российская судовая система, правозащитная система, правовая система, какие шансы на ее реинкарнацию? Что должно произойти? Ну, во-первых, должен произойти полный слом вот этого чекистского путинского режима, который отравляет собой все органы государственной власти, как раковая опухоль распространяет эти чекистские метастазы во все ключевые учреждения, органы и так далее. То есть, скажем так, чтобы эта система обновилась, нужно вот всех, кто в ней сейчас находится, уволить, люстрировать, посадить и так далее, в зависимости от степени вины каждого. И просто, если набрать людей с улицы простых, может быть, даже без образования, она будет работать гораздо лучше, чем работает сейчас. Спасибо большое, Николай Юрий, Николай Полозов, российский адвокат и правозащитник, Юрий Ирхин, криминальный психолог, были с нами. Мы с ними говорили о том, как в России, сегодняшней России могут посадить за антивоенный пост, но простить убийство матери трех детей за то, что сам убийца воевал на войне с Украиной.